Чтобы быть доктором или хотя бы работником медицинского профиля, считает Наталья Соколова, должно быть терпение и трудолюбие. Эти качества и помогли ей стать хорошим практиком после 9 лет работы в гражданской авиации, где все сплошь здоровые приходили люди. Главная сложность в работе даже не в заболеваниях. Пациенты любят лечиться сами и только усложняют процесс. Приходят и прямо говорят, вы мне, доктор, скажите точный диагноз, а я по интернету себе все назначения сам сделаю и вылечусь. Или приходят уже с осложнениями. Полечились сами, к нам уже пришли, мы уже лечим осложнения. Самолечение, не устает повторять Наталья, опасно для здоровья. Не все капли от насморка одинаково полезны. Многие вызывают привыкание и повышают артериальное давление. Я категорически запрещаю пациентам пользоваться ватными палочками, потому что они ватные не для того, чтобы в ушки лазить ими. Очень часто этими палочками пациенты пробивают себе барабанные переконки, травмируют слуховой проход. Вплоть до того, что в ухо смотришь, но вот так все и сцарапано, понимаете, до крови. Особый бич Краснодарского края – аллергические реакции и риниты. Профилактика лучше лечения. Правильная гигиена поможет избежать осложнений. Нос и горло – это органы мишени. То есть они самые такие, которые встречаются со всеми и микробными агентами, и вирусами, и пылевыми частицами. Поэтому орошать нос утро-вечер, как чистить зубы. По секрету Наталья Владимировна рассказала нам, что любимое занятие лора – промывать ушные раковины. Что может быть проще – убрал серную пробку, и пациент счастлив. А чего только не приходилось повидать в работе. Из уха сколько хочешь извлекали. И тараканов, и моль, и всяких там, как их называют, крылки, в общем, насекомые. Ну, рыбные кости – это, наверное, распространено, это не странно. Детки любят в нос засовывать всякие пуговички, бусинки. Наш курорт часто посещают знаменитые певцы и артисты. Они тоже люди и тоже болеют. И на помощь им спешит Наталья Владимировна. Через ее заботливые руки прошли Зимфира, Григорий Лепс и даже Геннадий Ветров. Чтобы радовать поклонников живым звуком, иногда приходится лечиться прямо перед концертом. Самый первый мой пациент из знаменитых был Стас Пьеха. Я его лечила два раза. В Дилучее тогда еще работала. Стаса Михайлова лечила. Восстанавливая ему два часа, почти полтора часа голос, потому что концерт, у него пропал голос перед концертом. Никто не ушел из зала, все сидели, ждали. Наталья Соколова – удивительный человек с неиссякаемой энергией. Успевает и по 40-50 пациентов принять. Лекции студентам прочесть, семье внимание уделить. И на море каждый вечер – обязательная программа. И методика лечения у нее особая. Не только лекарства и процедуры, но позитивная энергетика, улыбка и доброта.